Исследователи считают, что с 1947 по 1952 год 16 инопланетных кораблей разбились или совершили вынужденную посадку в США. Американские военные заполучили 65 трупов внеземных существ и один пришелец был взят живым. В 1953 году президентом США стал генерал Дуай Тейзенхауэр. В том же году в США было сбито или потерпели крушение еще 9 летающих тарелок. На секретные базы попали еще 26 трупов пришельцев и 4 пленника. Ими занялась сверхсекретная структура Маджестик-12. Затем на орбите Земли неожиданно возникли крупные космические корабли. По этой версии пришельцы вышли на связь с Белым домом. Они утверждали, что родом с планеты, которая вращается вокруг самой яркой звезды созвездия Орион, Бетельгейзе. Якобы их планета умирает и им негде жить. Поэтому они просят у Земли немного жизненного пространства. 21 февраля 1954 года на базе ВВС США Эдвардс в Калифорнии президент Дуай Тейзенхауэр встретился с инопланетянами и подписал с ними исторический договор. Инопланетяне обязались передать американцам некоторые технологии. Взамен они получили право временно похищать граждан США и вести над ними опыты. Разместить незваных гостей пришлось на подземных базах, поскольку их существование было решено не афишировать. И две базы договорились создать совместные для взаимодействия по вопросам передачи технологий. Скорее всего база 51 в Аризоне, по-моему, она действительно, подземная база была совместной. Их с пришельцами, с инопланетянами, которые в обмен на согласие брать человеческое количество людей для исследований, подчас и безвозвратных, насколько мы знаем, а взамен давали какие-то свои технологии. Так начался этот кошмар, который мировые правительства тщательно скрывают от простых людей. Независимые исследователи-уфологи назвали его «возвратными похищениями». Да, они похищают людей, но всегда возвращают. Мне неизвестны случаи похищения, в которых люди не возвращались бы. Очень чистые истории, например, когда людей как будто высасывают из жилья через окно и приземляют в нескольких сотнях километров от этого места. Но похищенные тут же сообщают о себе. Такое произошло в Австралии, кажется, в 2002 году, с дамой, которую унесло километров на 700. Женщина, обнаружившая ее через пару часов, позвонила ее родным и сообщила, где та находится. Человек не способен за столь короткое время преодолеть такое расстояние ни на машине, ни на поезде. Но родные видели, как эту даму вытягивала из окна. Это наши собственные детки. Исследователи считают, что эксперименты пришельцев над людьми оказались совсем не безобидными и не безвредными. Некоторые из них были направлены на достижение генетической совместимости двух рас – человеческой и инопланетной. Похищенные в основном рассказывают, что у них изымают гаметы. У мужчин – сперматозоиды, у женщин – яйцеклетки. Хотя об этом люди говорят неохотно. Но экипажи НЛО не интересуются ни людским мозгом, ни зубами. Только гаметами. Есть версия, что в итоге инопланетяне добились успеха. И земные женщины стали рождать мутантов. Этих гибридов хотели поставить во главе планеты и завоевать все жизненное пространство Земли для чужих. По моим личным исследованиям ведутся некие эксперименты, в том числе и по выведению гибридов человека или решению их проблем. Они пользуются нашими репродуктивными органами, субстанциями, с тем, чтобы гибридных людей создавать. А в последнее время, по мнению исследователей, инопланетяне все чаще стали применять технологию пересадки или замещения души. Хотя священникам всех земных религий эта проблема известна давно. Издавна это называют вселением бесов. Это называется явление трансмиграции. То есть подселение матрицы человека, существа иного в тело человека. Подчас это идет с замещением души человека. Я поначалу в своей деятельности не верил. Я думаю, впервые я узнал от американских ученых, что такое бывает. И термин появился, трансмиграция. Но сам столкнулся тоже с таким явлением, когда взрослым людям заменяли матрицу человеческую. И он жил как нормальный человек и становился, ну, может, наблюдателем здесь. Мирное сотрудничество инопланетян с планетной системой звезды Бетельгейзи и американских спецслужб со временем оказалось под угрозой. Инопланетяне изначально обязались возвращать обратно похищенных на борт НЛО или доставленных на базы. Однако все больше людей пропадало без вести. И они прекратили. Американцы испугались этого. И стали как бы противодействовать. И, возможно, изгнали или, по крайней мере, попросили. Но земляне были намного слабее старших братьев по разу. Долгое время на инопланетный беспредел пришлось просто закрывать глаза. В Пентагоне и Белом доме решили не разворачивать конфликт, пока не создадут или не получат в руки оружие, с которым смогут разговаривать на рамках. Приоритет отдавался оружию, принцип действия которого основывался на пучках свободных электронов. Электромагнитные бластеры могли вывести из строя на расстоянии как аппаратуру противника, так и его самого. По некоторым сведениям, американским военным удалось создать нечто подобное, анализируя фрагменты, обнаруженные на упавших НЛО. В результате были разработаны проекты Джошуа и Эскалибур. Есть такие вылазки, в том числе и в изучении оружия на новых принципах. Мы можем это приписать как инопланетянам, так же и как и врагам, как сказать, самого человечества, самому себе. В разных уголках земного шара происходят события, указывающие на обоснованность этой версии. В автобусе, следующем из Жигулевска в Тольятти, ехали пять абсолютно одинаковых мужчин. Эта группа людей выглядела странно. Они были одинаково одеты, имели на лице идентичные бородки и были причесаны на один манер. Но и это еще не все. Пассажирам Пазика показалось странным, что неизвестные стояли кругом спина к спине и в таком положении проехали несколько остановок. Выйдя на остановки, которые находятся буквально у нас за спиной, они завернули за зад автобуса и просто посреди площади исчезли. Просто исчезли на ровном месте. Тогда не было киоска, который виден на этих кадрах. Не было ничего, что могло хоть как-то закрыть другим пассажирам видимость. Имелось только совершенно ровное поле. Куда пропали эти пять человек, совершенно непонятно. Что с ними произошло, было ли это преднамеренно, это тоже совершенно непонятно. Но надо сказать, что подобного типа явления у нас происходит статистически часто. Гораздо чаще, чем, честно говоря, того бы хотелось. Исследователи НЛС считают, что это были люди в черном, биороботы инопланетян. Они следят за сокрытием фактов о деятельности пришельцев на планете и выполняют иные их указания. В ноябре 1985 года президент США Рональд Рейган на встрече в Женеве с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым неожиданно заговорил об угрозе инопланетного вторжения на Землю. Американский лидер фактически предложил забыть о холодной войне и объединить усилия перед лицом гипотетического удара из космоса. В протокольной записи Женевской беседы Рейгана и Горбачева говорится, что генсек ответил президенту цитатой из Библии. К сожалению, не сказано, какой именно. Михаил Сергеевич попробовал отшутиться. Однако Рейгану было не до смеха. Есть версия, что вся военная программа США «Звездные войны» была направлена не на коммунистическую державу по другую сторону океана, а на распоясавшихся незваных гостей. На самом деле она подозревала, а если будут атаки из космоса, сможем ли мы противостоять? Боюсь, что наших сил маловато для этого. И он хотел увлечь Горбачева этими мыслями и совместные системы делать, потому что это очень дорогостоящее. Но, по-моему, в Советский Союз в то время разрушался, и Горбачев не воспринял это. Авторитетно-американский уфолог Стивен Грир собрал тысячи документальных свидетельств деятельности НЛО на планете Земля. Его выводы проливают свет на некоторые исторические события и позволяют осмыслить происходящее. Он пишет. На самом деле, вся история контактов человека с инопланетным разумом началась после того, как мы взорвали первую атомную бомбу. Мои беседы с людьми, которые работали с Вернером фон Брауном, создававшим ракеты для нацистов, а впоследствии ключевой фигурой нашего космического проекта, разговоры с моим дядей и другими участниками этих программ в 60-е годы подвели меня к выводу. Как только мы начали выходить в космос и научились делать оружие, способное уничтожить планету, некоторые внеземные цивилизации, быть может, наблюдавшие нас долгое время, забеспокоились. Возможно, за нашей планетой действительно ведется тотальный контроль. Они могут корректировать, чуть-чуть направлять эти мысли таким образом, чтобы, если они, так сказать, представители светлых, белых, добрых сил, уберегать нас от неосторожного общения там с природными силами или созданием каких-то там средств разрушения. А вот темные эти представители, они, наоборот, подталкивают нас, то есть внушают неким людям мысли на создание таких сил, таких устройств, сотворение таких машин, которые могут привести нас просто к гибели. А что, если все это действительно так? И Земля является яблоком раздора для разных цивилизаций. Одни заинтересованы в захвате территорий, но не могут по каким-либо причинам начать открытое вторжение. А другие намерены сохранить равновесие сил и свободу воли и выбора для землян. Цивилизация темного плана, настроя, они пренебрегают этими законами, они могут их нарушать. А светлые силы это себе позволить не могут. И чаще всего не позволяют. Они не вмешиваются особо. И лишь только вопли наши или там обращения какие-то их подчас побуждает что-то предпринимать какие-то усилия. Тема инопланетных посещений уже полвека остается окруженной совершенно непроницаемой, беспрецедентной по плотности завесой секретности. К некоторым данным не допущен даже президент США и директор ЦРУ. Возможно, те политики, которые со смехом говорят о зеленых человечках в летающих тарелках, как о современном фольклоре, просто не в курсе происходящего. Или наоборот, поддерживают этот глобальный миф об одиночестве человека во Вселенной, чтобы не допустить массовой паники. В эту безлюдную высокогорную пустыню посередине американского штата Невада чужим путь категорически закрыт. Здесь находится особо секретная территория, о которой ходят самые невероятные слухи. Когда-то эта зона входила в состав испытательного полигона военно-морских сил США. На нем проводились подземные ядерные эксперименты. На расположенном рядом с городком Танопа аэродроме Неллис ставили на крыло новейшие в ту эпоху образцы авиационной техники. И вдруг в 1951 году на дне высохшего озера Грумлейк, южнее Танопы, развернулись загадочные строительные мероприятия. Весь персонал аэродрома вплоть до медиков неожиданно вывезли с базы и казармы на полгода заняли военные строители. Часть взлетно-посадочной полосы была разобрана и перенесена под землю. После окончания работ приемку объекта осуществляли люди в штатском. Затем взлетно-посадочная полоса была восстановлена, чтобы все выглядело как прежде. На базе были приняты беспрецедентные меры по охране не только наземной территории, но и окружающего воздушного пространства. Территория получила кодовое название «Зона 51». Считается, что это самое секретное место на Земле. Эта история началась в Сильвер-Сити, штат Нью-Мексико, 25 июня 1947 года. Местный врач-стоматолог сообщил, что наблюдал в небе странный летящий предмет в виде тарелки и размером с половину Луны. Два дня спустя в том же районе военные зафиксировали белый светящийся объект, пролетевший недалеко от ракетного полигона «Уайтсенс». А вечером 4 июля над штатом разразилась сильнейшая гроза. Все вокруг освещалось вспышками молнии, раздавались оглушительные раскаты грома. Летние грозы – характерное явление в тех местах. Но фермеру Майку Брейзеллу из Розуэлла показалось, что среди раскатов грома был какой-то особенный звук, больше похожий на взрыв. На следующее утро он пошел искать овец, которые от страха перед грозой прорвали заграждение ранчо и разбежались. Но неожиданно наткнулся на дымящуюся воронку. По краям воронки были разбросаны какие-то куски непонятного материала. А на самых крупных обломках виднелись загадочные знаки, напоминающие цифры, сложенные в столбик. Спустя некоторое время находки стало известно властям. Воронка с обломками была оцеплена военными, а самого фермера отвезли на базу ВВС, где заставили подписать документ, как будто он ничего не видел, ничего не знает и обязуется держать язык за зубами. Тем не менее, по штату поползли слухи, что под Розуэлом произошло крушение инопланетного корабля. И на месте катастрофы, помимо останков летательного аппарата, были найдены тела пилотов, странного вида человечки, неземного происхождения. Посещали Землю на всем протяжении существования человечества, а может быть, даже еще задолго до его появления. Поэтому вероятность того, что сотни и тысячи лет назад на Землю могли прилетать представители высокоразвитых цивилизаций, естественно, своей высокоразвитой летающей техники, а сомневаться в этом может лишь тот безумец, который выдвинет антинаучную версию, что человеческая цивилизация одна единственная во Вселенной, и второй такой существовать не может. Слухи вокруг события в Розуэле продолжали расползаться по штату и за его пределы. Несмотря на предпринятые военными попытки засекретить факт крушения неопознанного летающего объекта, особенно бурно обсуждалась тема человечков. Некоторые утверждали, что их было трое, другие, что четверо. Есть и такие, кто озвучивает количество пять погибших. Слесарь, работавший на военной базе в Розуэле, утверждал, что видел, как санитары на носилках перенесли в госпиталь тела пришельца. Администратор того же госпиталя рассказывала, что помогала двум врачам в палате, где исследовались три инопланетных тела. Она точно запомнила, что у пришельцев было по четыре пальца на руке. Даже губернатор Нью-Мексико отметился сообщением, что видел четырех маленьких мужчин. Один из них был жив. Чиновник утверждал, что у них были большие головы, большие глаза и маленький, как щель рот. Дальше больше. Стали привлекать журналистов, стали привлекать кинооператоров, фотографов профессиональных. Ну, была игра хорошая. А потом, когда поняли, что могут за эту игру получить по шапке от вышестоящих, там, вплоть до ближайшего окружения президента страны, и вдруг все замолчали, а, и народная молва, значит, сразу, что-то тут не то, значит, что-то раскрыли. После того, как история в Розуэле стала выходить из-под контроля военных, агенты ФБР резко вмешались в репортерскую кампанию вокруг крушения инопланетного корабля и пригрозили журналистам страшными карами. Очевидцы были вызваны на допрос, где подписали признание, что отказываются от своих слов. Последний слух, который совсем недолго ходил по Розуэлу, был таков. На базу приземлился военно-транспортный самолет. На его борт, в режиме строгой секретности, погрузили ящики с обломками таинственного объекта, обнаруженного на ранчо фермера Майка Брейзела, и капсулы с каким-то биологическим материалом. Капсулы были привезены из местного госпиталя. После погрузки самолет сразу взлетел и взял курс на Неваду. Так называемый Розуэльский инцидент вскоре был забыт. А через несколько лет в Неваде, близ озера Грумли, начались секретные строительные работы на авиабазе Неллис. К концу 1951 года стройбат закончил свою работу. И на его место прибыла команда, носившая кодовое название «Красный свет». Команда состояла из 800 человек. Все они жили на базе. Объект был окружен тройным кольцом охраны. Небо над базой контролировалось несколькими батареями ПВО. Затем появились люди в гражданской одежде. Это были ученые, имевшие допуск к работам с самой высокой степенью секретности. Некоторые из них до этого трудились над знаменитым проектом «Манхэттен» по созданию атомного оружия. В документах бывшая авиабаза стала именоваться «Зоной 51». Сразу поползли слухи, что именно сюда были доставлены останки рухнувшего под Розуэлом инопланетного объекта. И не только его. По неподтвержденным данным в период с 1947 по 1951 год в Аризоне потерпели аварию еще несколько НЛО. Этим тарелкам военные дали кодовое название «Элиан». Вот эти «Элиан» были перенесены, перевезены, доставлены, короче, в определенный район. В другой штат, в Неваду, в район Неллис, в район озера Крум-Лейк, который потом стал называться условно «Зона 51» по местной высотке с таким же наименованием. И у нас об этом знали тогда, но все это было секретно. Далее стала просачиваться информация, что сотрудники базы сумели частично восстановить разбившиеся инопланетные летающие объекты и даже попытались совершать полеты на мир. По другой информации, корабли инопланетян были просто скопированы. Действительно, какие-то сведения просачивались с территории базы, несмотря на беспрецедентные меры по обеспечению режима секретности. Особо пронырливым репортерам стало известно, что в глубоких подземных ангарах зону 51 находятся три НЛО, два из которых были целыми, а третий разобранным. Также просочилась информация, что в таинственных лабораториях, находящихся глубоко под землей, в особых атмосферных условиях, содержались два живых гуманоида инопланетянина. Один был одет в серебристый костюм, на другом коричневый обтягивающий комбинезон. Оба существа невысокого роста серовато-белой кожей. Один, по слухам, умер в 1952 году, другой прожил еще восемь лет. На самом деле это были странные существа, такого бесполого образа, вида, которые хранились там, исследовались на протяжении нескольких десятков лет, начиная с 1947 года, когда произошла авария летательного аппарата, летающей тарелки. Чтобы попытаться максимально закамуфлировать истинную задачу базы высохшего озера Громлейк, военные решили провести так называемую операцию прикрытия. На аэродроме был создан летно-испытательный институт авиаконцерна Локхетт. В 1955 году здесь начались испытания легендарного летающего шпиона У-2. Это тот самый самолет, который 1 мая 1960 года вторгся в воздушное пространство СССР и был сбит над Свердловском новейшей в то время советской зенитной ракетой. Территория зоны 51 как нельзя лучше подходила для постановки на крыло новейшей авиационной техники. Безжизненный лунный ландшафт на высоте 1500 метров. Абсолютно гладкое 5-километровое русло высохшего озера, отрезанного от внешнего мира высокими горными хребтами. полеты полеты гражданских самолетов были запрещены здесь еще в середине 40-х годов в связи с проводимыми в удаленных районах Невады ядерными испытаниями. Но когда кто-то из обычных летчиков с других авиабаз случайно попадает в пространство над Нелис случайно там или не дай бог совершит посадку то они потом проходят буквально все круги ада для того чтобы выбраться оттуда дают десятки подписок неразглашений и копии этих бумаг всех видели журналисты ученые всего мира то есть это еще раз доказывает то что там проходят какие-то секретные эксперименты испытания о том что в зоне 51 испытываются инопланетные аппараты потерпевшие крушения в конце 40-х годов в Аризоне и Нью-Мексико в свое время в доверительной беседе признался физик Отто Краузер целью программы по его словам было создание авиационных двигателей аналогичных тем что установлено на летающих тарелках через увеличительную оптику НЛО над Громликом не раз видели участники ядерных испытаний в Неваде попросив не называть их фамилии специалисты авиабазы Нелис рассказывали что на экранах радаров не раз наблюдали как объекты летающие с немыслимыми скоростями над зоной 51 внезапно как по команде останавливались и зависали в воздухе то же самое наблюдал и оператор мощной радиолокационной станции из Лас-Вегаса вот вот типичные высказывания людей работавших в Неваде у нас там есть вещи которые в буквальном смысле слова не из нашего мира мы работаем с такими невероятными проектами что режиссер звездных войн Джордж Лукас вызеленел бы от зависти а бывший президент компании Локхид Advanced Development Бен Рич который стоял у истоков создания зоны 51 был предельно лаконичен НЛО существует как построенное человеком так и внеземное причем некоторые инженеры которые разработали такие технологии как например стелс то есть самолеты невидимки однозначно намекали на то что все идеи были взяты от пришельца скорее всего того самого той самой тарелки которая упала в Аризоне как раз говорят что именно благодаря исследованиям этой тарелки появились кое-какие наши прорывные проекты с точки зрения физики и электроники как там прорыв в полупроводниках в мобильных телефонах каких-то видах связи новых которые до сих и в самолетостроении и ракетостроении информация о зоне 51 просочившаяся в печать вызвала огромный интерес и любители сенсаций потянулись в этот богом забытый уголок Невады и тут они столкнулись с парадоксальной ситуацией несмотря на официальные заявления об отсутствии каких-либо секретов попасть в этот район было невозможно круглосуточные патрули территория огороженная колючей проволокой с подведенным электричеством под высоким напряжением письменные предупреждения недвусмысленные угрозы охранников явно свидетельствовали что здесь происходит нечто неординарное это возбудило еще больше любопытство дело в том что разная степень допуска была у ученых и у журналистов к этой теме это очень показательно потому что это свидетельствует о том что правительство и люди которые были причастны к этому всему таинственному действу они весьма по-разному в разные времена относились к этой проблеме то есть такое ощущение что когда-то это было как бы открыто все и все известно а когда-то вдруг все это закрывалось покрывалось таким флером муаром жуткой секретности скрывать проводимые на секретной базе испытания становилось все труднее поскольку с близ лежащих гор зона 51 просматривалась очень даже неплохо и тогда военные потребовали у правительства расширить территорию объекта включив в него все окрестные возвышенности чтобы как было написано в заявке предотвратить дальнейшую угрозу национальной безопасности конгресс внял несокрушимой логике военных и дал согласие с 10 апреля 1995 года горы так беспокоящие секретные службы стали законной территорией зоны 51 по существу это стало первым официальным признанием того что таинственная база существует и дотошные журналисты и фанатики уфологи все эти годы говорили правду у общественности затеплилась надежда что в соответствии с законом о 25-летнем сроке секретности она более подробно узнает о загадочной базе но никто никому ничего открывать не собирался некоторые материалы дошли до нас но в основном конечно постарался бывший физик который там работал Боб Лазар Роберт Лазар который написал книжку которую удалось достать и прочитать а потом она даже была переведена в 90-е годы в России и в Москве физик Боб Лазар с декабря 1988 по апрель 1989 года возглавлял экспериментальное отделение в зоне 51 и работал на объекте известном под кодовым наименованием С-4 приглашение Лазара на эту работу стало для военных меры вынужденной и недостаточно проработанной дело в том что в мае 1987 года при попытках вскрыть реактор одной из тарелок в вертикальной шахте ядерного полигона произошел взрыв погибли трое ученых нужна была замена среди прочих выбор пал и на молодого физика который до этого работал над секретными программами в Лос-Аламосе по свидетельству Лазара программа на объекте С-4 состояла из трех проектов проект помощник в рамках которого разрабатывалось лучевое оружие на нейтронах фокусируемых специальными гравитационными линзами проект зеркало позволяющий заглянуть в прошлое и третий проект Галилей как раз к нему Лазар имел самое непосредственное отношение это была работа по воссозданию антигравитационных двигателей технологию этих двигателей передали существа из бинарной звездной системы которая удалена от земли на расстояние в 30 световых лет самих инопланетных существ на объекте С-4 физик не видел но его познакомили с весьма любопытными документами в толстых папках которые показали Лазару коллеги находились черно-белые фотографии погибших инопланетян а также медицинские заключения об их вскрытии согласно описанию у существ была сероватого оттенка кожа и крупные головы с большими менделевидными глазами волосяной покров отсутствует погибли ли эти гуманоиды сами или были умерщвлены об этом ученому ничего не сказали на самом деле информация об этом очень ограничена и то что доходило до нас и до уфологов которые этим занимались и по данным которыми мы обменивались с американскими нашими коллегами речь шла о каких-то живых живых существах живых которые находились в каком-то были погружены были погружены в какое-то состояние пограничное непонятное полуживое полумертвое но тем не менее даже трудно о них было говорить живы ли или нет потому что все функции их организмов были неизвестны как они действуют и работают потому что потому что у них было все другое обо всем этом весной 1989 года Роберт Лазар поведал с экранов телевизоров после чего к журналисту Джорджу Кнайпу вытащившему на свет эту историю стали обращаться десятки новых свидетелей которые не только в деталях подтверждали рассказ молодого физика но и значительно дополняли его пилот-испытатель а впоследствии проектировщик высокого уровня секретности Билл Юхаус в декабре 1995 года признался что в течение нескольких лет участвовал в разработке тренажеров для американских летчиков позволявших им научиться летать на захваченных НЛО бывший сотрудник спецподразделения ВМС Деррик Хеннесси в 1982 году служивший на этом объекте обозначил на схеме место где в специальных контейнерах хранились тела инопланетян стеклянные трубы высотой 180 и шириной 60 сантиметров стояли вплотную друг к другу они все одинаковые и существа находившиеся в них тоже выглядели одинаковыми я не знаю какого они пола так как цилиндры посредине были прикрыты кольцом из алюминия цилиндры стояли на постаменте из черного полированного камня высотой 30 сантиметров и были заполнены раствором в котором плавали тела на все эти новые свидетельства американские власти отреагировали весьма оригинально они решили взять инициативу в свои руки и рассекретить документы ЦРУ и что же было представлено публике в 400 страничном докладе нет ни одного упоминания о НЛА база как свидетельствуют документы использовалась исключительно для испытания секретных военных самолетов включая первые самолеты невидимки неуловимые для радара их как прокомментировали представители спецслужб и принимали за инопланетные корабли доклад этот уфологи признали как самый настоящий отвлекающий маневр и категорическое нежелание раскрыть истинную тайну зоны 51 и судя по всем признакам это тайна и еще долгое время будет считаться самой охраняемой в мире ских тел которые вращаются вокруг солнца известный немецкий астроном Генрих Вильгельм Хольберс еще в начале 19-го столетия выдвинул предположение что там в древности находилась целая планета но из-за удара ужасающей силы извне или от удара изнутри планета взорвалась однако после себя она оставила своеобразное наследие чем и являются малые космические тела в виде астероида однако далеко не все исследователи соглашаются с подобной гипотезой как-то не тянет на то что если эти камни все вместе собрать планета получится то есть если был там какой-то взрыв который привел к гибели планеты находившиеся там то этот взрыв должен был адским который должен был затронуть все планеты без исключения то есть погибла бы вся солнечная система тогда выходит что пояс астероидов это не куски разорванной когда-то планеты фаэтон конечно гипотезы европейских астрономов можно посчитать заблуждением ошибками в вычислениях и прочими субъективными факторами но что тогда делать с более древними свидетельствами дело в том что наиболее удаленные от солнца планеты были известны еще древним шумерам то есть задолго до официального открытия астрономами средневековья близких и дальних объектов и об этом красноречиво говорят тексты на глиняных табличках расшифрованные американским востоковедом Закарии Ситчином возраст табличек оценивается в 6000 лет но как раз там и есть сведения о таинственной планете Фаэтон которая вращалась вокруг нашего светила между орбитами Марса и Юпитера более тщательная расшифровка шумерских аэроблифов позволила предположить что упоминаемый Фаэтон взорвался и взрыв этот был спровоцирован страшной космической катастрофой при этом при всем Земля наша подведлась какому-то конечно воздействию но она уцелела она не стала крутиться в другую сторону не потеряла атмосферы жизнь на ней продолжала развиваться да Земля не сместилась со своей орбиты не перевернулась и не разрушилась но будет ли корректно утверждать что действительно была некая планета Фаэтон затем она разлетелась на куски и последствия этого катаклизма сотворили что-то с нашей планетой известно что около 60 миллионов лет тому назад на Земле произошла страшная катастрофа она повлекла за собой вымирание динозавров и других представителей фауны того периода времени эпоха вымирания длилась почти 200 лет это сопровождалось сметающими все на свете смерчами которые безустанно кружились по поверхности Земли есть и документальные подтверждения скоротечности того драматического события они присутствуют в осадочных породах океанических отложений которые были сформированы в это время ученые предполагают что причиной катастрофы стал астероид имеющий поперечное сечение диаметром около 10 километров он с огромной силой врезался в землю и в результате чудовищного взрыва в атмосферу поднялись миллионы кубических метров образовавшейся пыли но все это произошло 60 с лишним миллионов лет назад а первое упоминание о планете Фаэтон появляются гораздо позже и не только появляются но и фиксируются в устном фольклоре и письменных документах до исторической эпохи значит взрыв Фаэтона если он был видели разумные обитатели нашей планеты то есть наши с вами предки видели и возможно переживали его последствия но какие всего в мифологии а что такое мифология мифология это сакральная память защищенная некими вот такими религиозными законами которые запрещают один из мифов древней Греции гласит был у бога солнца Гелиуса сын по имени Фаэтон родила его Клемена дочь Марсму проехать по небу в золотой колеснице Гелиус пришел в ужас безумный чего ты просишь сам великий Зевс не может править ею но Фаэтон ничего не хотел слушать только молил отца исполнить его просьбу наконец Гелиус сдался Фаэтон вскочил на колесницу и кони помчали и выпустил от страха вузе почувствовав свободу еще быстрее понеслись кони то взобьются они к самым звездам то опустившись несутся почти над землей и тогда пламя от огненной колесницы охватило нашу планету загорелись города вспыхнул лес вскипела вода в морях и реках от жары стала трескаться земная твердь и огонь проник даже в мрачное царство Аида и воскликнула тогда Гея богиня земли обращаясь к Зевсу о величайший из богов неужели должна я погибнуть неужели должно погибнуть царство брата твоего Посейдона неужели должно погибнуть все живое неужели все вернется в первобытный хаос спаси от огня то что еще осталось Зевс услышал мольбу Геи грозно взмахнул рукой метнул молнию в огненных коней и уничтожил Фаэтона вместе с колесницей ее осколки были разбросаны по всему небу в глубокой скорби бог солнца Гелиус закрыл свой лип и целый день не появлялся на голубом небе только огонь от пожара освещал землю и вот для тушения этого пожара Зевс вылил на землю большое количество воды из-за чего возник всемирный потоп приведший к массовой гибели людей ну дальше из легенды мы знаем что осталось всего два человека из живых здесь разумеется очень много пересечений с легендами о всемирном потопе других народов с библейским всемирным потопом как известно ни одна из легенд не рождается на пустом месте и миф об огненной колеснице появился скорее всего после падения на землю крупного небесного тела возможно это был метеорит который вызвал массовые разрушения и пожары на обширной территории возможно комета с длинным огненным шлейфом но не исключено что это был осколок погибшей планеты той что по расчетам астрономов и согласно шумерским текстам находилась на орбите между Марсом и Юпитером но если эту третью версию принять как основную то возникает вопрос кто мог определить что это был осколок погибшей планеты и кто дал ей имя Фаэтон ведь не могло оно спонтанно возникнуть в древнегреческой мифологии а может это имя пришло с самого Фаэтона действительно есть версия что эта планета была обитаема причем разумными существами по облику и интеллекту сродни землянам только уровень цивилизации на Фаэтоне был гораздо выше нашего уровня вполне вероятно что там были знакомы с наукой воздухоплавания и обладали средствами для перемещения в космическом пространстве однако в какой-то момент на Фаэтоне что-то произошло возможно война возможно природная катастрофа и тогда Фаэтоняне стали покидать свою гибнущую планету и перебираться в другие места ну если теоретически допустить что обитатели вот этой планеты Фаэтон действительно разумные обитатели обладали определенным технологическим уровнем можно конечно допустить что в случае предполагаемой катастрофы этой планеты некая их часть могла в общем-то эмигрировать скажем так и в частности речь идет о том что почему бы не допустить что они могли эмигрировать на Землю если идти дальше по этой версии то можно предположить что место выбора убежища не было спонтанным обитатели планеты Фаэтон скорее всего знали о Земле о ее атмосфере гидросфере климате и животном мире знали они и о людях и возможно были с ними в контакте не со всеми естественно а с избранными возможно что с потомками древних инков и тогда получается что рисунки на плато Наска в современном Перу это самые настоящие навигационные знаки для космических кораблей Фаэтонян коллеги немецкого исследователя Эвиха Деникина того самого который первый предположил что Наска это космодром считают что пришельцы с Фаэтона еще задолго до бегства со своей гибнущей планеты посещали Землю некоторые даже поселились на ней чтобы не привлекать к себе внимание они стали жить по обычаям индейцев удивив последних своими знаниями астрономии и прочих наук кстати данное предположение вполне подтверждают апогрифические книги Еноха где есть некое упоминание о посланниках с неба спустившихся на землю с определенной миссией интерпретации как ангельские существа называемые стражами которые передали женам человеческим некие технологии там про это буквально пишется там список приводится что конкретно передали там ремесленное искусство там искусство обработки металлов массу всего даже искусство утравления плода в частности более того эти стражи вошли в физический контакт с женщинами и собственно от них пошли вот эти расы гигантов которая была впоследствии уничтожена вселенским потопом при этом фаэтоняне не выглядели как классические пришельцы рисуемые воображением писателей фантастов вероятно они практически ничем не отличались от нас из-за того что условия жизни на фаэтоне соответствовали условиям нашей планеты то есть резкого диссонанса между разумными обитателями земли и гостями из космоса не наблюдалось по данным некоторых астрономов на осколках фаэтона а ныне планетах карликах церере и палладе до сих пор присутствует кислород и главное его производная вода это значит что фаэтон действительно мог оказаться заселен думающими существами гораздо более древними чем земляне теоретически жизнь похожа на земную могла возникнуть на многих планетах солнечной системы в разные периоды ее существования например период благоприятный период для возникновения жизни на марсе был как принято считать многим миллионы лет назад а теперь о самом главном что же все-таки произошло с фаэтоном каковы были причины гибели планеты есть несколько версий первая говорит о том что фаэтон разрушился под действием гравитационных полей более массивных космических тел планета оказалась на пути какого-то сверхплотного объекта падавшего на солнце орбита фаэтона начала рывками вытягиваться в сторону Юпитера и все закончилось глобальной катастрофой вторая версия не имеет ничего общего с глобальными катаклизмами в солнечной системе некоторые исследователи считают что фаэтон погиб в результате вулканической активности или всему виной стала центробежная сила которая разорвала планету из-за слишком быстрого вращения вокруг своей оси есть даже версия что фаэтон просто наткнулся на собственный спутник но больше всего исследователи склоняются к предположению что планета погибла в результате экологической катастрофы или ядерной войны или того и другого одновременно межэтнический и межконфессиональный распредостигли такого накала что спровоцировали вселенскую бойню в ход было пущено самое страшное оружие взрывы атомных бомб подняли над твердью океанами черную радиоактивную тучу а ударные волны стали раскалывать планету на куски и когда фаэтоняне поняли что это конец они стали спасаться бегством на своих звездолетах и единственным убежищем для них стала земля правда достичь ее удалось немногим разумеется версия о когда-то обитаемой планете фаэтон очень красиво мало того она очень назидательна очень поучительна для тех людей которые думают что их действия экологические военные и другие безумные действия на нашей планете могут быть безнаказанными то есть то есть если была какая-то планета похожая на землю и эта планета исчезла это лишний повод я бы сказал даже совсем не лишний повод заботиться о последней оставшейся планете в нашей солнечной системе в 1976 году в устье ангары на палеолитической стоянке древних людей археологи обнаружили бивень мамонта уникальность находки была в том что на бивне красовался вырезанный кем-то узор изображение представляло из себя спирали с точек позже ученые установили что находки около 30 тысяч лет а в 1984 году в горах ингушетия был обнаружен тайник жреца кроме посоха и других вещей там была еще табличка из платины с таким же точным узором как на бивне мамонта что это почему такая удивительная схожесть изображений на совершенно разных артефактах найденных в совершенно разных местах эзотерики предположили что предназначение таинственных спиралей не что иное как послание но как расшифровать его ни один из специалистов области криптографии не смог этого сделать и тогда исследователи попробовали прочитать узор с помощью языка золотых пропорций и вот какой удивительный текст был получен в результате расшифровки мы прилетели с пятой планеты на третью скорость 32 километра в секунду если таблички около 30 тысяч лет значит и гости у нас появились тогда же то есть сразу после потопа как только по 到 Продолжение следует...